Здравствуйте, познаватели свободной энергии. На одном из порталов YouTube раскрыли тему, что для создания всяких магнитных приблуд, типа БТГ-генераторов, двигателей и различных ёлочек магнитных, нужны индикаторы магнитного поля. Существует их несколько разновидностей. Это магнитные пленки, экраны, порошки, жидкости, ну и просто какие-то датчики. В этом ролике я поделюсь изготовлением и возношенными вариантами использования миниатюрного приборчика, способного фиксировать эти самые магнитные поля и полюса. В предыдущем ролике про магнитные незалипающие ёлочки я вскользь упомянул о каком-то датчике, вот я в таком корпусе его сделал, но оказался очень неудобный использование. Во-первых, большой, габаритный и слишком большая плоскость передняя для датчика. И я решил это переделать его в более хороший корпус. Ну и конечно расскажу я теперь уже о его полезности и возможности измерений в наших исследованиях. Главное в этом устройстве это микросхема. Она тут видно правда на моем, на моей камере конечно это плохо видно, но есть такая микросхема АЭШ-276. Обычно она находится в большинстве вентиляторов для компьютера. Вот от таких до таких. И даже в таких. Вот просто. Что мы делаем? Берем любой вентилятор, который по некоторым причинам или вышел из строя, но конечно не сгорел, потому что если он сгорел, то микросхема наверно не сгорела вместе с ним. Или заклинил, или лопасти поломались. Ну или так. Вытащили с неисправного компьютера. Снимаем этикетку. Вот с этой стороны. И под ней будет видна ось. Тут я уже все снял. И эту ось будет держать небольшой фиксатор пластиковый. Он снимается легко. Тогда выпадает ротор, на котором находятся вместе и стартер и ротор. Вот. Когда мы разбираем, тут у нас магнитик имеется. Кстати, можем сразу проверить, как у него полюса. Вот здесь у нас намоточка. И вот здесь стоит микросхема. Я ее уже тут определил. Вот такая микрушечка, которая называется 276. Есть еще более старый аналог 266. Я тут, кстати, на нем такая и стояла. На этой микрушечке четыре ножки. Ну, вообще, что это делает микросхема? Это драйвер с датчиками холла, который определяет положение магнита ротора относительно статора. Вот. И в зависимости от положения, то есть там север или юг, соответственно, здесь два выхода триггерных, которые подают напряжение на обмотке. Ну, и, соответственно, двигатель вращается. Что нам нужно от него? Он тоже, так сказать, работает вполне. У него мощность выходная довольно приличная. С запасом хватает на светодиоды. Сама микросхема. Первая ножка у него – это плюс питание. Четвертая – минус питание. Вторая и третья годятся на то, чтобы подать напряжение на светодиоды, на индикацию. Значит, так как они с открытым коллектором выходные, соответственно, светодиодики надо подключать на плюс через резистор. Ну, резистор может быть сопротивлением каким-нибудь от 100 до 300 Ом, в зависимости от того, каким напряжением мы будем питать эту микрушку. В принципе, эта микрушка, она где-то работает от 3 до 15 вольт спокойно. Даже там 20 можно выдавать. Но нас интересует где-то примерно около 3-4 вольт. Например, вот в эту свою я вставил литиль-ионную батареечку, аккумуляторчик. Где-то у меня был наушничек Wi-Fi-овский. И вот я вставил сюда аккумуляторчик. Собирался вообще вставить пальчиковую батарейку. Она как раз сюда помещалась. И есть такие преобразователи. Они вот и такие есть, и такие. Повышающие. Которые работают от 0,8 вольта и выше. То есть на выходе дают там 3, 5, 7 вольт. Вот, например, этот регулированный вообще до 20 вольт дает. И вот такой преобразователь и такая батареечка вполне достаточно, чтобы выставить нормальное напряжение для нашего индикатора. И получить требуемую индикацию. Вот. Значит, ну тут как я сделал. Выключатель. Два светодиодика довольно ярких. Работает это все получается 3, 7, 3, 6 вольта аккумулятором. Вполне хватает, чтобы микрушка полноценно работала. Она работает, я как сказал, уже от 3 вольт. И получается вот в таком мелком корпусе все и собрано. В принципе, корпуса могут быть самые разнообразные. Главное, чтобы, как показала, так сказать, практика, чтобы вот этот носик был как бы немножко сужен и заострен. Вот. У меня там были варианты и приспособить старый MP3 плеер. Как раз вот сюда можно было поставить. Там уже и секция для батарейки есть и так далее. Вот. Например, даже взял у жены. Сами догадайтесь, что это тоже вполне. Батарейка вставляется. Микрушка сюда наклеивается. Здесь индикатор и выключатель. Вот вам, пожалуйста, приборчик. Вот такой вариант рассматривался. Это маркер строительный. Тоже сюда индикатор. Туда батарейка. И все готово. Правда, есть еще такой вариант. Желательно было бы, например, вот как для меня. Я бы еще, наверное, сюда добавил какую-нибудь трубочку. Ну, типа разобрал бы какую-нибудь старую авторучку или пластиковую, или с немагнитного материала. Вот. И вот сделал вот так. Обрезал и вставил, чтобы было выносное. Потому что так удобнее работать. Ну, это все варианты. Вот. Значит, теперь я немножко продемонстрирую, как этим всем пользоваться. Вот, к примеру, у меня тут всякие разные магниты. Ну, это уже знакомые от той елочки, которые я показывал. Вот эти магниты от винчестеров самых различных возрастов. И вот, что мы можем увидеть при этом. Соответственно, синяя северная. Вот эта желтенькая такая соломенная, это южная. Вот. 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 Или это, или это. Вот здесь вот так вот. Вот еще вот винчестер. Динамик посмотрим. Так, поплыли. И можем что-то тоже делать, так сказать, и с динамиком. Экспериментировать. Вот. Ну, это я уже тоже когда-то показывал. Ну, вот посмотрим, как оно действует. Если его применить для измерения вот этого ротора. Кстати, вот мне это позволил датчик сейчас определить. Ну, не сейчас. Я уже раньше определил, что немножко здесь есть ошибка в сборке. Немножко расположение магнитов не совсем то, что мне надо. И именно вот этим индикатором. Вот. Значит, все бы хорошо с этим индикатором. В принципе, все работает. Все нормально. Но есть один хороший, точнее существенный недостаток. Так как у него выходы триггерные. Так как они рассчитаны на то, чтобы управлять обмотками движка. Тут постоянно какой-нибудь горит какая-нибудь полярность. В зависимости от того, что мы оставим. Вот. Включил я это все. Загорелось это. Вот сейчас. То есть, оно фиксируется. Полярность. И это не очень есть хорошо. В некотором отношении. Так как, желательно, чтобы вот подвел и тогда появилось. Отвел. Магнит. Все. Нету. То есть, показывало наличие. И, соответственно, полярность. Но выход есть. Этот индикатор я, конечно, уже оставлю как есть. Но вот заказал уже микрушки одни. Значит, есть такие микросхемы. Другие. Они обычно применяются в ардуино проектах. Вот такой модуль. Ардуиновский. И вот мы можем посмотреть. что он работает именно тогда, когда мы подводим магнит. Убрали магнит, не работает. Не индицирует. магнит. И у него еще свойство, что он различает две полярности. Но одна полярность с одной стороны, а другая с другой. Так. Я, наверное, возьму. Вот одна полярность. Если мы ставим сюда, не идет. Но поворачиваем магнит. Вот идет. Опять не идет. Поворачиваем. Идет. То есть, одна сторона у него отвечает за северную сторону. Другая за южную. Вот. Вот. Получается, вроде как неудобно это дело. Да? Но выход опять же есть. Если взять таких двумя кружки, сложить их вместе. Одна в одну сторону, другая в другую. И тогда, когда мы подводим магнит, будет, соответственно, загораться соответствующий нам диод. Вот. Все это делают. Соответственно, мы будем видеть, какая полярность у нас сейчас доминирующая. В этом отношении. Вот. Эта микросхемка вообще называется 44-ая. Точнее, 3144-е. Ну, еще там буквочки иногда пишут. А, Эш. Это можно посмотреть в даташитах. Она является пороговой микросхемой. То есть, до определенного момента, когда магнитное поле превышает, она включается, меньше становится, выключается. Есть еще другие. 49-ые. Вот такие вот. Даже у меня есть с цифровым выходом с микросхемы. На цифровой выход для Ардуино. Но эти 49-ые, они аналоговые выходы. То есть, там идет напряжение в зависимости от мощности магнитного поля. С одной стороны, это хорошо, но нам не годится. По крайней мере, как для индикатора. Вот. Типа такого. Да, надо наличие. Есть, нет. Вот. Потому что, яркость светодиода, это тоже не очень хорошо во многих случаях. И опять же, выход тут слабый. Если 44-ые, в принципе, где-то там до 100 мА может быть выход. То есть, вполне достаточно для светодиодов. То у 49-ых выход очень довольно слабый. Годится только для той же Ардуино, чтобы она снимала показания. Это уже если применять осциллографы, так сказать, анализаторы определенные, или ту же Ардуино запрограммировать, на дисплейчик вывести, в каком-то графике, в каком-то виде. Да, тогда это будет интересно. Но, к сожалению, у меня пока только одна микрушка, 44-ая. Искал по городу вторую. Так и не нашел. Пришлось заказывать, естественно, в Китае, на Али. Это где-то через неделю-две-три, как минимум, должно прийти. Прада их заказал довольно много, несколько десятков штук. Ну и 49-ых тоже. У меня есть мысли, как поэкспериментировать с этим всем. И, по всей вероятности, я сделаю обычные индикаторы и покажу их вам. И еще сделаю матрицу. Не знаю, или 3 на 3. Вот из этих 44-ых. Или, может, даже 4 на 4 матрицу. И выведу это на светодиоды. Тоже как матрица. И чтобы оно, так сказать, хоть ограничено, но показывало какое-то определенное поле в ограниченном месте. Не знаю, будет это интересно или нет, но буду пробовать. По крайней мере, заказал. Да. У этих микрушек, чтобы знали, ну, в принципе, вы можете даташи всегда посмотреть. Первая нога плюс, вторая нога минус, третий выход. Все очень просто. Тоже тут открытый коллектор. Тоже через резистор светодиод подключается к плюсу. Поэтому я даже не знаю, стоит ли какие-то схемы писать. Вот. И еще есть, конечно, куча других микросхемок, основанных на этом эффекте Холла. Но они имеют другие возможности. Одни работают как триггерные, вот, как 276 микросхема. Другие работают как герконы. Ну, или работают на одну только полярность. В общем, вот то, что нам надо, это 44-е. 13-44. Вот, значит, в принципе, все достаточно, что я показал. Думаю, все будет понятно. На этом, наверное, пока все. А, ну, еще вот что хотел сказать. Что, так как у меня есть магнитный порошок, попытаюсь из него сделать жидкость. Попытаюсь сделать экраны. Точнее, один экран. Ну, если сделаю, получится, покажу. Ну, а так, наверное, на сегодня все. Будем заканчивать.